МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го канала продолжит информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. В Воронеже появится единый безлимитный проездной для поездок в общественном транспорте. В Воронежском цирке состоялась премьера нового шоу Геи Эрадзе Королевский цирк. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Южная Африка. Жители СОУЭТ собрались в воскресенье в доме покойного ветерана борьбы с апартеидом и защитника прав человека Десмонда Тутту, чтобы оплакать его смерть. Десмонд Тутту умер в возрасте 90 лет, о его кончине объявил в воскресенье президент Южной Африки. Я чувствую себя потерянным, потому что нелегко потерять такого человека, как Тутту, поделился один из жителей. Скорбящие возложили цветы у резиденции архиепископа и вспомнили заслуги Тутту перед народом Южной Африки. Он был замечательным человеком, замечательным лидером. Он также был лидером англиканской церкви. И я благодарен за то, что являюсь членом англиканской церкви, сказал один из присутствующих на импровизированном уличном мемориале. Десмонд Тутта был назначен архиепископом в 1986 году и использовал свою роль в духовенстве, чтобы привлечь внимание к глобальным проблемам прав человека, будь то апартеид в его собственной стране или палестинская государственность. Тутта был первым чернокожим англиканским архиепископом Кейптауна и был ответственен за введение термина «нация радуги» во время президентства Нельсона Манделлы. Бывший архиепископ Кейптауна Десмонд в 1984 году получил Нобелевскую премию мира за борьбу с апартеидом в его стране. Он провел свою жизнь, защищая гражданские права и выступая против неравенства, коррупции и угнетения. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отреагировал на смерть Тутту, выразив, что он был выдающейся глобальной фигурой, борющейся за мир и вдохновляющие поколения во всем мире, в заявлении, опубликованном в воскресенье. Хотя кончина архиепископа Тутта оставляет огромную пустоту на мировой арене и в наших сердцах, его примерно всегда вдохновит нас на продолжение борьбы за лучший мир для всех, сказал Гутерриш. Судан. Сотни протестующих в Хартуме против военного правления. После слухов о возможной отставке премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока были встречены слезоточивым газом, запущенным полицейскими, пытающимися разогнать их. Протестующие с суданскими флагами по пути к президентскому дворцу скандировали лозунги. В прошлом месяце Хамдок был восстановлен в должности премьер-министра после октябрьского военного переворота. В стране продолжают вспыхивать протесты, поскольку многие граждане обвиняют Хамдока в том, что он узаконил военный переворот путем сотрудничества. Ливия. Члены клуба классических автомобилей Ливии продемонстрировали свои яркие мотоциклы и ход роды в Бенгазе. Сегодня мы хотели показать миру классические автомобили и мотоциклы в городе Бенгазе, и это было сделано при поддержке молодых гонщиков города, сказал президент Субфедерации клуба мотоциклистов. Несколько байкеров подчеркнули, что единство было центральной темой фестиваля, и один из них сказал, что идея этого фестиваля в том, что Ливия едина. Нет ни Востока, ни Запада, а это значит, что нет разделения и все мы ливийцы и братья. Малайзия. В воскресенье после сильного наводнения в пострадавших районах граждане с помощью волонтеров начали уборку жилых районов и улиц. Жертвам наводнения раздают одежду и продукты. После того, как паводковые воды полностью сошли, люди убирают мусор со своих домов и улиц и сушат свои вещи на улице. Из 210 пострадавших мест в шести штатах Малайзии Шримуда был одним из наиболее пострадавших районов, где наводнение повредило инфраструктуру и вынудило людей эвакуироваться. Общей сложности, чтобы спастись от наводнений, вызванных многодневными проливными дождями, были вынуждены покинуть свои дома около 70 тысяч человек. Малайзия ежегодно страдает от наводнений во время сезона мусонов, но наводнения в минувшие выходные были самыми сильными с 2014 года. Йемен. Истребители Саудовской коалиции подвергли бомбардировке столицу Йемена Сану. Авиаудары были нанесены всего через день после того, как снаряд, предположительно выпущенный из Йемена, приземлился и убил двух человек в Джизане, регионе на юге Саудовской Аравии, граничащем с Йеменом. Это была первая смертельная атака, обрушившаяся на королевство с 2018 года. Напомним, в 2014 году хуситы, племена Северного Йемена, исповедующие ислам шиитского толка, совершили госпереворот. В ответ на это 25 марта 2015 года Саудовская Аравия во главе с коалицией нескольких арабских стран начала военную операцию против них, впоследствии развязав войну, которая вызвала один из худших гуманитарных кризисов в мире. Противостояние продолжается по сей день. Ливан. Гигантская рождественская елка, полностью состоявшая из переработанных пластиковых бутылок, была установлена в воскресенье в городе Мезиара на севере Ливана. В условиях тяжелоэкономической ситуации в стране при ограниченном бюджете творчество взяло верх, и местная ассоциация учащихся использовала более 100 тысяч бутылок, собранных в течение года для строительства елки высотой 13 метров. Были установлены железные каркасы, мы привязали все пластиковые бутылки к нему. Чтобы иметь возможность разместить пластиковые бутылки на вершине дерева, использовали кран, сказал один из ответственных за сборку дерева. «Несомненно, что после демонтажа дерева мы отправим его на заводы для переработки, оно больше не будет выброшено на улицу», – добавил он. Студент, который помогал в создании местной достопримечательности, сказал, «Несмотря на то, что мы сильно устали, повредили руки и много раз падали, мы пережили замечательное Рождество во всех смыслах этого слова». Ирак. Одетые в трау родственники и члены семей собрались рано утром в воскресенье в международном аэропорту Эрбиля, чтобы дождаться прибытия тел 16 иракских курдов, утонувших в Ла-Манше 24 ноября. Мигранты утонули после того, как их лодка затонула, когда они пытались переправиться из Франции в Соединенное Королевство. В злополучной лодке находилось по меньшей мере 30 мигрантов. В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что среди погибших 17 мужчин, 7 женщин, а также 16-летний подросток и ребенок 7 лет. 16 жертв были курдами из Ирака. За последние несколько дней в Эгейском море произошли еще три подобных трагических инцидента. Израиль. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. На специальном заседании Кабинета министров на территории Голландских высот в воскресенье заявил, что страна намерена удвоить свои поселения на Голландских высотах. «Наша цель сегодня – удвоить количество поселений на Голландских высотах», сказал Беннет на встрече. Он пообещал увеличить инвестиции в поселения на 1 миллиард шекелей. После 10 лет ужасной гражданской войны в Сирии каждый здравомыслящий человек в мире понимает, что лучше, чтобы голландские высоты были израильскими, мирными, процветающими и зелеными, чем любая другая альтернатива», – добавил он. По словам Беннета, признание администрации Трампа и отсутствие намерения администрации Байдена отменить это решение пробудило израильскую администрацию инвестировать миллионы в укрепление поселения на территории, которая была оккупирована и захвачена у Сирии в 1967 году. Израиль. Жители голландских высот негативно отреагировали на новость о том, что премьер-министр Израиля Беннет планирует увеличить количество поселений для израильтян в регионе. «Мы, жители оккупированных сирийских Голланд, сожалеем о решении израильского правительства на Голланах», – сказал Касем Сафади, житель Голланд. «Мы, сирийские арабы, которые находятся на Голланах, говорим ему и его правительству, что Голланды – это арабская сирийская земля», – сказал другой житель Голланд. Великобритания. Лондонцы заполонили торговые улицы города в воскресенье, чтобы насладиться днем подарков и праздничными распродажами, несмотря на опасения распространения варианта коронавируса «Омикрон». Все хотят купить что-то со скидкой. Вот почему в данный момент людей не волнует ковид, – сказал покупатель. Многие выразили уверенность в мерах безопасности ковид, введенных правительством Великобритании, и заявили, что чувствуют себя в безопасности, если граждане соблюдают правила. «Я ношу маску, она защищает меня от коронавируса», – сказал один житель. «Другой мужчина подчеркнул, я ношу маску для лица, и я также трижды вакцинирован. Поэтому я думаю, что я в безопасности настолько, насколько это возможно, и принимаю все возможные меры предосторожности». О Ватикан. Сотни людей собрались на площади Святого Петра, чтобы услышать Папу Франциска в воскресенье в Ватикане. Папа Римский призвал католиков заводить больше детей, заявив, что в настоящее время наблюдается демографическая зима. Понтифик поприветствовал всех паломников, прибывших не только из Италии, но и из разных стран мира. «Семья должна быть большой, потому что это очень важно», – сказала Анна Мария из Перу, согласившись с епископом Рима. Другой католик из Перу уверен, что в 2022 году все изменится к лучшему. Он сказал, что все изменится, и этот 2022 год будет лучше. Но наша вера также должна быть продемонстрирована молитвой за других, потому что мы все вместе сталкиваемся с одной и той же проблемой. Если мы не являемся частью решения, то мы являемся частью проблемы. Если молиться и верить в Бога, все наладится. Австрия. Тысячи протестующих прошли в воскресенье маршем по центру Вены со свечами и огнями, чтобы осудить обязательные прививки и меры COVID-19. Противники обязательной вакцинации вышли на улицы Вены с огнями в руках, чтобы почтить память жертв вакцинации и коронавирусных ограничений. Протестующие маршировали с плакатами, с надписями, когда несправедливость становится правом, сопротивление становится обязанностью. И держитесь подальше от наших детей, держа в руках флаги Австрии и фонари. Общий национальный локдаун в Австрии был отменен 12 декабря, а меры для непривитых были смягчены на рождественский сезон. Как сообщается, непривитым гражданам разрешено покидать дома во время рождественских и новогодних праздников для участия в семейных торжествах в количестве не более 10 человек. Германия. Почти 200 человек вышли на улицу в Берлине в воскресенье в знак протеста против нынешних немецких мер по борьбе с ковид и мандатов на вакцинацию для определенных профессий. Протестующие собрались перед берлинским зоопарком и начали маршировать с плакатами и транспарантами, с такими лозунгами, как «Нет апартеиду вакцинации» и «Свобода выбора вакцинации». Большое количество полицейских охраняло акцию протеста. Никаких арестов произведено не было и никаких беспорядков зафиксировано не было. Недавно избранное правительство Германии объявило о плане вынести общенациональный мандат на вакцинацию на голосование в парламенте и приняло решение сделать вакцинацию обязательной для работников здравоохранения с марта. Ракета-носитель «Ариан-5» с космическим телескопом «Джеймс». Уэбб стартовала с Гвианского космического центра в Куру в субботу. Телескопу предстоит путь к точке Лангранжа L2, что находится почти в четыре раза дальше Луны. В этой точке гравитационные силы планет равны центробежной силе. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» был разработан НАСА в сотрудничестве с Европейским и Канадским космическим агентствами и с участием 17 стран. Своё название он получил в честь второго руководителя американского космического агента Джеймса Уэбба. Данная обсерватория является самой большой и мощной в мире, а ориентировочная стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов. Учёные надеются, что проект поможет в исследовании планеты за пределами Солнечной системы и сможет пролить свет на вопросы о раннем существовании Вселенной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поделился один из участников мероприятия Андреас. По данным метеорологической службы, температура воды в этот день составила плюс 2 градуса, а температура воздуха достигла отметки минус 7 градусов Цельсия. Новости ближнего зарубежья. Латвия. Фестиваль китайских фонарей в преддверии Нового года завлекает посетителей в Покровскую усадьбу, расположенную за Ригой. В этом сезоне тематикой мероприятия стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Знакомые из сказки персонажи, а также элементы экстерьера создают атмосферу волшебного леса. Здесь между сказкой и реальностью всё происходит, это всё фантазия, рассказал аниматор в образе шляпника. Как говорится на сайте усадьбы, инсталляции для выставки были созданы вручную из шёлка по примеру традиционных китайских фонарей. Светящиеся фигуры расположили под открытым небом на территории 15 гектаров. Мероприятие продлится до 16 января включительно. Новости России. Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил ветеранов и работников МЧС с Днём Спасателя. Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за нелёгкую, напряжённую и рискованную службу. «Вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей», — сказал президент. Путин также отметил заслуги спасателей, погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что компания не причастна к энергетическому кризису в Европе, отметив, что Россия готова увеличить объёмы поставок в случае необходимости. Обвинение России в недостаточных объёмах поставок газа в Европу он назвал абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, несоответствующими действительности. Представитель «Газпрома» напомнил, что в этом году Германия получила из Российской Федерации на 5,3 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. При этом ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объёмы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа. А «Газпром» бронирует транспортные мощности, исходя из имеющихся заявок, а не наоборот, рассказал Куприянов. Он также назвал реверсные поставки голубого топлива из немецких подземных хранилищ в Польшу и, судя по всему, на Украину нерациональным решением ввиду опустошения запасов энергии. Из подземных хранилищ на территории Германии уже отобрано 47% газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение, добавил Куприянов. Второй серийный ракетоносец проекта «Борей-А» генералиссимус Суворов вывели из Эллинга на заводе «Севмаш» в Северодвинске. В торжественной церемонии перед спуском судна на воду приняли участие главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и губернатор Архангельской области Александр Цибульский. Отмечается, что при строительстве субмарины было усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей и повышена безопасность. Каждый сантиметр этого корабля согрет нашими руками и сердцами. Уверен, что эта энергия послужит хорошим залогом того, что корабль достойно выполнит ту задачу, которая стоит. Впереди следующий цикл его создания. Его испытания подчеркнул генеральный директор ведущего в России конструкторского бюро подводного кораблестроения АО «ЦКБМТ» Рубин Игорь Вильнит. Строительство атомной подводной лодки генералиссимус Суворов началось 26 декабря 2014 года. Крейсер будет оснащен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», а также торпедными аппаратами калибра 533 мм. Субмарина усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Более 30 автомобилей столкнулись из-за сильной метели на 49-м километре трассы Уфа-Ариенбург в воскресенье. Происшествие случилось недалеко от села Александровка Кормоскалинского района. В результате инцидента один человек погиб, пятеро пострадали, а транспортные средства получили механические повреждения. Причина аварии – резкое ухудшение погодных условий. Из-за сильного ветра, метели и обильного снегопада было прекращено движение на нескольких участках дорог федерального и республиканского значения. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл зимний фестиваль на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с подмосковным парком «Патриот». По его словам, в этом году фестиваль стал еще ярче и красочнее. Круг активности для всей семьи значительно расширился. Помимо увеличенной площади катка и горок, появилась хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений, подчеркнул Сергей Шойгу. Праздничный фестиваль «Зимняя сказка» будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года. Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, олени и русской тройки. Площадь катка, работающего на фестивале, составляет 5,5 тысяч квадратных метров. В первый же день фестиваля для семей военнослужащих прошел турнир по скоростному спуску на коньках. Трасса для этого вида спорта в парке «Патриот» является одной из самых длинных в мире. Пятый международный забег жителей и гостей Санкт-Петербурга в костюмах Дедов Морозов прошел в историческом центре северной столицы в воскресенье. Колонна участников забега, облаченных в красные праздничные костюмы, с нарядными шапками и белыми бородами, пробежала от Дворцовой площади по Миллионной улице и набережной реки Мойки мимо главного новогоднего дерева северной столицы. На финише участников радостно приветствовали зрители и болельщики. Участница забега Наталья Фроленко рассказала, что больше всего понравилось мотивирующее музыкальное сопровождение. В этом году для Дедов Морозов было приготовлено две дистанции – для любителей и для профессионалов. Первая составила 2,5 километра и была рассчитана на желающих бежать с семьей и детьми, а вторая – 5 километров в два круга для марафонцев. Главным условием стало наличие костюма Деда Мороза. Его можно было одолжить и у организаторов. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек. По данным Всероссийского штаба по борьбе с коронавирусом, 27 декабря в России выявлено 23 210 случаев коронавируса. Умерли 937 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 305 155 летальных исходов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в областях Черноземья. В Воронежской области 380 новых заражений COVID-19. В Липецкой – 215. В Курской – 130. В Белгородской – 209. В Тамбовской – 208. С начала пандемии в Воронежской области скончались 10 166 человек. За последние сутки Роспотребнадзор подтвердил гибель 38 пациентов. В Москве, по данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки умерли 68 человек. В Санкт-Петербурге – 60. В Московской области – 52. В Красноярском крае – 39. В Татарстане – 6. Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. Власти трех административно-политических частей Соединенного Королевства решили запретить работу ночных клубов и значительно ужесточить правила проведения массовых мероприятий. Авиакомпании в мире отменили в период рождественских праздников около 6 тысяч рейсов. В США перевозчики сократили число полетов в Сочельник, в Рождество и на следующий день после праздника. При этом отмены приходятся как на рейсы внутри страны, так и на международные направления. Китай закрыл Маньчжурию для туристов до 15 марта из-за вспышки COVID-19. Решение об ограничениях власти приняли после того, как в городе обнаружили 547 случаев коронавирусной инфекции. Город расположен в 4 километрах от границы с Россией и является крупнейшим сухопутным пограничным пунктом на китайско-российской границе. Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронеже появится единый безлимитный проездной для поездок в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 26 декабря. Такой проездной предполагает безлимитное пользование автобусами и троллейбусами любых маршрутов в Воронеже. Сейчас прорабатывается пробный вариант ведения этой системы между управлением транспорта, банком и перевозчиками. В случае реализации проекта воронежцы смогут совершать поездки в течение месяца по фиксированной оплате. Стоимость проездного рассчитывали, опираясь на социальные стандарты, согласно которым она не должна превышать 7% от среднедушевого дохода жителей Воронежской области. Предполагается, что единый проездной в общественном транспорте составит 2100 рублей в месяц. Галина Жукова, 41 канал. 24 декабря в Воронеже состоялся автофлэшмоб в поддержку двухлетнего Арсения Лихачева. У мальчика спинально-мышечная атрофия первого самого агрессивного типа. Чтобы его спасти, требуется дорогостоящее лечение. Наш телеканал уже рассказывал о маленьком Сене и его семье. Тему продолжит Галина Жукова. Организаторы благотворительной акции «Сеня, живи!» надеются помочь маленькому Арсению, чтобы спасти мальчику жизнь. Ведь родителям малыша осилить самое дорогое лекарство в мире просто не по силам. Один укол, который требуется Сене, сейчас стоит 121 миллион рублей. Я такой же, как и все люди, просто рабочий человек. Работаю руками на мебели. Зарплата, ну, скажем, чуть выше, чем по городу. Но не сказать, что прям замечательная, да, там 40-50 тысяч. Если собирать, да, на данный укол, это всю жизнь. Всю жизнь, и то, мне кажется, жизни не хватит, наверное, собрать этот препарат. Арсений Лихачев – один из тысячи малышей в России, у кого диагностировано редкое генетическое заболевание. Неутешительный диагноз – спинально-мышечная атрофия – мальчику поставили, когда ему было всего два месяца. Арсению было почти месяц, когда мы увидели, что у него резко снизился мышечный тонус. То есть мы увидели, что ребенок перестал хвататься, у него вот ручки в кулачках вообще не сжимались. То есть у него ручка была вот расслабленная совсем, и ножки у него не подгибались, не двигались. Вот они у него опустились, и больше они у него не поднялись. И, естественно, мы забили тревогу и обратились к врачу. До недавнего времени спинально-мышечная атрофия считалась неизлечимой. Но в 2017 году в США был зарегистрирован препарат спинраза. Самым же эффективным является золингзма. Сбор средств на него для лечения Арсения идет уже второй год. К слову, в этом месяце препарат был официально зарегистрирован в России. Состояние мальчика позволяет ему получить этот укол от государства на бесплатной основе. Хотя здесь важно не упустить драгоценное время. Коварство заболевания в том, что болезнь быстро прогрессирует. То есть без лекарственной терапии дети просто умирают. Все отказывает. Вот все мышцы в организме, дыхание – это тоже у нас как это мышечное. И самое последнее – это сердце, то, что затрагивает у ребенка. Чтобы Арсений пошел на поправку, остался самый сложный этап – просмотрение заявки от областного департамента здравоохранения на получение золгензма в Москве. В Воронеже остался один открытый сбор средств для лечения малышей с диагнозом СМА. Предыдущие три сбора в области были успешно завершены благодаря неравнодушным воронежцам, меценатам и представителям власти. Сегодня помощь от нас ждет маленький Сеня. Мы, конечно, строили планы, что родится ребенок, купим квартиру, все уже думали. Думаю, что не думали, что так вот все получится. Ну, вообще, у нас он очень жизнерадостный, на самом деле. Сейчас он растет и... Ему все-все вот интересно. Участники автофлэшмоба надеются, что наконец-то новогоднее чудо случится и для Арсения. И свой третий день рождения малыш встретит абсолютно здоровым. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежском цирке состоялась премьера нового шоу «Геи и Радзе» «Королевский цирк» российской государственной цирковой компании. Зрители увидели невероятное потрясающее шоу. Сложнейшие трюки акробатов, гимнастов, жонглеров, настоящие чудеса человеческих возможностей и ловкости тела. Великолепные костюмы, блестящее оформление манежа, множество дрессированных животных. Зрителей ждет встреча с символами наступающего года – тиграми. Представления будут идти на протяжении всех новогодних каникул вплоть до 16 января. Король и королева приглашают зрителей на невероятной красоты бал в сопровождении шутов. Шоу «Королевский цирк» – это не отдельно поставленные номера, сменяющие друг друга, а целостное, законченное произведение со своим сюжетом. Продумана каждая деталь – прекрасные декорации. Корона и хрустальные люстры, мраморные колонны, перья, стразы. Чтобы всем зрителям с любого места были видны все моменты представления, действие происходит на вращающемся манеже. А еще помимо арены цирка, часть выступлений проходит на втором этаже Золотого замка. В представлении задействовано порядка 120 артистов. Шоу – многогранное, яркое, завораживающее. Все представления гееранцы всегда восхищают и покоряют публику. Выступления проходят на высшем уровне. Успех и интерес зрителя достигаются высоким адским трудом, неустанными тренировками и работой над ошибками. Я, прошедший человек этот путь, сам от нуля с конюшни, начиная до сегодняшнего этапа, до чего я дошел в цирке, я понимаю, про что с ними говорить сейчас. Сейчас закончится вся наша с вами встреча, и мы соберемся обязательно на обсуждение программы. Будем обсуждать. Это будет совещание, это будет обсуждение. Но я им буду говорить. Они уже понимают 50%, что я им скажу, потому что они сами это заметили. И мы это обсудим, мы останемся, мы дорепетируем, мы очистим, почистим, переделаем, перестроим. Завтра я опять пойду в зал и буду себе смотреть опять, записывать все нюансы, которые я вижу со стороны. Только так рождается что-то новое. Надо каждый день работать над собой. И никогда не нужно останавливаться на достигнутом. В залах Королевского дворца зрители увидят массу диковин, чарующую русскую зиму с оленями, лисами и русскими борзыми. Встретят Тореадора с яками, увидят захватывающий аттракцион «Дикий мир» под руководством Людмилы Сурковой, обладательницы международного титула «Принцесса цирка». Райский сад, где гуляют розовые пеликаны и яркие экзотические птицы. Есть на что посмотреть за стенами величественного дворца. Каждому животному у дрессировщиков индивидуальный подход. У каждого яка есть свой характер, который более вспыльчивый, который более меланхоличный, кто-то более игривый. И через вот это все, через характер животного, как бы ищем подход. И так же делаются и трюки. Что мы не так, что вот, допустим, захотел я вот такой трюк, и ты будешь делать его ты. Нет. Мы пробуем через игру, через подкормку, через морковку. И если у него это идет, ему это нравится, да, он будет делать этот трюк. А если ему не нравится, значит, будем на него придумывать другой трюк. Росгосцирк и Гейрадзе подготовили зрителям абсолютно новые номера. Выступления коронованных принцев под куполом цирка на короне, номера жонглера с аппаратом «Волна», очень сложный и профессиональный номер акробатов на батуте «Венецианский карнавал». Наверное, у зрителей голова закружилась только от увиденного, а артистам – хоть бы что. «Волна», «Волна», «Волна» Так все красиво, так все блестит. Костюмы просто необыкновенные, но очень красиво. Я думаю, что и детям очень понравилось. Очень красиво, очень порядно, прям красиво. Очень запоминается представление. На самом деле, это один из тех немногих цирков, которые стоит реально посетить. Очень понравилось. В восторге просто. Еще один трогательный и невероятно сложный по исполнению номер Анна Каренина, гимнаста на ремнях, без страховки под куполом цирка на высоте 15 метров, покажут зрителям историю любви Каренина и Вронского. Этот мини-спектакль – синтез театра и цирка. Проработав пару лет в «Иллюзии», попала сразу к Георгию Геулевичу. И, освоив много жанров, решила остановиться на воздухе. И вот сделали такой номер. Это на самом деле такая хорошая находка. Вот это тот момент, когда, наверное, все сложилось. И сами исполнители, и постановка, и огромное спасибо композитору, который написал потрясающее произведение, это Дмитрий Кузнецов. Ну и за хореографию Оли, и за постановку Жени. Это очень классно. И ребята, конечно, молодцы. Они исполнили это на высшем уровне. И скажу вам честно, если бы не было бы Димы, не было бы этого номера вообще. Потому что инициатор, который постоянно мне говорил, посмотри, посмотри, ну мы репетируем, ну посмотрите, ну давайте, давайте, посмотрите. Они очень много репетировали сами, самостоятельно. И когда они мне показали финальный результат того, что они нарепетировали тут руковую базу, я понимал, что с этого нужно делать шедевр. После гастролей в Воронеже часть новых номеров из программы Росгосцирка, созданной под руководством Гиерадзе, представит Росгосцирк на международном цирковом фестивале в Испании в городе Жирона. Конечно же, зрители обязательно поздравят Дед Мороз и Снегурочка. А в конце представления на Манеже появится большая красивая праздничная елка. Гастроли продлятся до 16 января. Успейте купить билеты на все шоу Гиерадзе, которые разбираются очень быстро. Доступна покупка билетов онлайн на сайте цирка. Покупали билеты, да, и детям индивидуально покупали, чтобы они сидели на своих местах, чтобы они поняли. Потому что они маленькие, они еще ни разу не ходили в цирк, и поэтому для них это, ну, начало, я считаю, потрясающее. Спасибо вам, вот что такой нам привезли цирк. Галина Жукова, Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok